друзья всем привет вы на канале михалыч подписывайтесь ставьте лайк так заехал я короче к знакомому тут хорошему он держит тут шурмы 2 штучки и вот и у него остаются там кости мясо короче всякая фигня отходы всякие вот короче набрал я их там у меня . 50 литров полная битком ногами упихивал короче этой тухлятины короче ну не тухлятины как бы нормально мясо но я его сейчас специально потушу на солнце и повезем наверное сегодня вечером все это на приваду для медведя ранее видео я уже говорил что лицензия у нас до 10 июня на медведя сроки поджимают вот сейчас привез но везу точнее мясо за это и вот одна надежда у нас сейчас будет то что медведь выйдет вот на эту запах тухлятины и все-таки мы добудем мишечку ну а что будет дальше смотрите не переключайтесь дальше будет только интереснее дальше будет еще полет на дроне обличу поле все покажу сверху снизу сбоку всяко вообще супер также друзья занимаюсь я медом продаю мед вот такое ведро здесь короче выходит килограмм 200 здесь налитый жидкий мед и плюс еще три сотен лежит так что если кому-то из местных будет это интересно кто-то захочет купить можете со мной связаться через контакт в контакте списаться и там уже договоримся так ну что друзья приехали мы домой сейчас покушаем я переоденусь а блин полета уже на квадрокоптере тут соседей пугал маленечко более такой шикарный вид вообще сверху качество камеры более на это просто не передать словами я потом это все видео вставлю либо же отдельный ролик сделаю вот то что по поселку летал снимал фотографии встал деревня моя деревянная дай смотрю на тебя июльского 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 Блин, фотка тоже вообще офигена. Качество почти такое же, как у меня на айфоне. Блин, один в один, даже может это чуть-чуть получше. Где-то получше, где-то похуже. Но, конечно, с Голпрохой не сравнится ни айфон, ни квадрокоптер. Там намного лучше видео получается и качество вообще офигевшее. Так что вот, друзья, смотрите, не переключайтесь, что будет дальше. Дальше будет только интереснее. Так, ну что, друзья, мы собрались. Сейчас ждем старшего брата. Брат придет, и мы поедем на полях. Я не знаю, я, наверное, с собой еще ружье возьму, на всякий случай. Потому что что-то, блин, очково... Ух ты, нифига, у меня тут сапога-ховца. Возьму ружье, потому что, мало ли, там вороны будут на дрон нападать, либо ястреб. Короче, подстрелить их, чтобы не мешали съемки и тому подобного. Да и очень страшно такой дрон, блин, терять. Обидно и досадно будет сразу же. Так, ну что, друзья, все, мы собрались. Уезжаем. Короче, все братья, сестры, жены, мужья, все, короче, поехали ради квадрокоптера посмотреть. Давай, давай, погоди, не гони, мы еще не залезли. Апа. Так, взяла с собой тут зарядки, всякую фигню. Тут уже полетали. Взяли тухленького места, и все, и мы поехали. Взяли тухленького места, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Ой, 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 ой. Эй, шумахер, постигся, не дрова везешь. Все, у кровати не водил, только ты долгал. О! Круче всяких американских горок, русское бездорожье. Взяли тухленького места, и все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Здоровее, здоровее! Все, здоровее! Все, здоровее! Все, здоровее! Заворуды! Ну что? Ну что? чуть тихо я не подойду к этой она тут созрела так ну что друзья приехали мы короче на бочечку сейчас будем у всех проверять рвотный рефлекс куда сваливать самый слабый желудок сливается я просто уже когда вес нанюхал что-то мне уже это не по себе иди вон тот аромат глубоко вдохни так ну что друзья все мы тут короче забиваем бочку пухлятиной сейчас я тут взлечу короче посмотрим чего все хоть тут находится так включаем подключаем буду взлетать поняла он цвета почистить надо будет час травы чтоб ничего не задел так все включаем подключаемся сейчас погоди идет подключиться так все ищет спутники сейчас находит спутники производят все нашелся спутники я вот тут дома откалибровал все хорошо вроде все ровненько стоит летая так взлетел на 50 метров болен друзья такая красота сейчас нас посмотрим где ляночку тут всю эту вот мы так и дерево а дерево отличу спущусь пониже экран снимать запашок пошел все вот мы мы здесь стоим все ли видно вот каракат бочка это мы тут ходим так сейчас смотрим деляночку деляночка вот такая тут деляночка от солнца блики такие там идет делянка так ну что взлетел держу высоту где-то 50 метров показывал вот эта старая деляночка не знаю какие годов большая так тут это мы находимся стоит каркат и людишки так сейчас хочу чуть-чуть пониже отпуститься посмотреть вообще все движения все вообще хорошо видно камера просто вообще тут такая суперская так тут час вот это все деляночка тут я сейчас свеженькая деляночка вот она сейчас подумать повыше вот поднялся выше полетел к ней сейчас залетим в деляночку посмотрим так вот так вот выглядит сверху делянка тут вот еще рядышком старая делянка есть но она уже за краса молоденьком это дороги трактор ездил трилливал лес тут самой делянки так вот друзья набиты волока тут даже видно что прибирали делянку на волоках вот накидом всякий мусор ветки сучки видите как вообще все хорошо видно блин вообще камера просто суперская хотел пониже это спуститься но побоялся из-за того что вдруг мало дня какой-нибудь не увижу ли еще что то чтобы не врезаться так прилетел и обратно живись над головой сейчас пробую вот это увеличение повторюсь также я все нахожусь на 50 метрах это я вот увеличу увеличу вот мы тут стоим рассматриваем жена у меня ручкой вам помахала куда будешь приземлить откуда взлетал а 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 да нафиг жалко пока новый жалко да друзья кадры конечно получаются блин вообще с него клёвая будем дальше снимать сейчас поедем будет следовать за нами и попробую сверху еще снять блин конечно кадры вообще клевая качество тоже супер супер а 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 Так, ну что, выехали мы на поле. Запустил я дрон и лечу за собой и снимаю, как едем мы на каракате. Друзья, кадры просто шикарные, такая красота получается. Так, вот тут такие пейзажи, красоты, просто красотень. Слегка потряхиваю тут, потому что раньше была тракторная дорога. И нарезали тут глубокие колеи. И вот, как видите, до сих пор их не затянуло. Так, и вот, друзья, вот в этот момент сейчас нападет птица на квадрокоптер. Вот я начал уходить от птицы, ушел в сторону и сразу же начал спускать его. И тут уже я выбежал с караката и побежал к дрону. Начал махать руками и отпугивать птицу. Но она все равно кружилась тут, далеко не улетала, кружилась рядом с дроном. Вот я тут вышел, ругаюсь, снимаю все это на камеру. Все, сейчас беру в руки дрон. И на этом полет наш заканчивается. Сажусь в каракат и продолжаем мы движение дальше. Блин, друзья, вон эта скотина. Бекас или что-то, короче, сейчас на квадрокоптер налетела. Блин, как она промазала, это вообще труба. Так что, друзья, будьте осторожны, это очень опасно. Ладно, я, короче, сажу больше его не буду тут поднимать, нафиг, что-то вообще опасно. Короче, все, дрон не буду больше запускать, пока сейчас домой приедем. Подзаряжу его, дома еще полетаю. Блин, тут вообще что-то очково, страшно. Главное, блин, летел, летел. Он вообще рядышком летел, дрон как раз давить тут. И он прям на него вот так вот, блин. Вообще, я тут резко на кнопку нажал, спускаться начал. Он потом второй раз хотел. Я тут подбежал руками, замахал, короче, он в сторону улетел. Вон он, это... Походу, у него тут гнездо или еще-то, короче. Гнездо свое защищает, сможет, не знаю. Тут как раз скутер такой небольшой, да. Такие вот дела. Да, друзья, короче, вообще опасненько, опасненько. Говорю, что ружье возьму, а, блин, не взял ружье. Сейчас специально заеду домой за ружьем, чтобы вот такой вот фигни больше не было. Лучше я, блин, нафиг штраф заплачу или... Не знаю, но зато сохраню этот квадрокоптер. Вот, такие дела. Короче, съездили мы на ближнюю бочку. Сейчас поедем еще на одну ближнюю бочку. Так как на дальнюю бочку ехать около 16 километров. То есть мы затемнаем, не успеем и, короче, решили сегодня мы съездим на ближайшие бочки. Наверное, не знаю, завтра мы там поедем по делам. Может, вечером съездим туда, не знаю, смотрим. Так, ну что, пересели мы, короче, на машину. Едем по трассе тут. Потому что рядом с трассой тут у нас поле. И везем. Да, сто раз. Раньше вот этой трассы не было. Ездили, ну, как бы сделали поле. Овес садили, все. А потом трассу сделали и забросили это поле. Потому что тут постоянно проходной двор, шумгам. Вот. Так, ну что, друзья, мы приехали. Вот так вот выглядит старое поле. Тут, когда трассу урубили, оставили лес здесь, здесь. Мы, короче, 75-кой все это сталкивали. Расширяли поляну, чтобы нам было удобно все это пахать. Так, сейчас у меня он тут зарядится. Я сейчас залечу. Покажу полянку. Там лобаста, наверное, уже весь развалился, наверное, года два. Сюда никто не ходил. И тут что-то решили. Короче, опять... Опять попробовать. Привезти тухлятинки и это... Посмотреть, что как будет. И самое-то что интересное... Сейчас... Ты тут эту... Медведя-то убил. Медведя-то тут убил? Ладно, историю чуть-чуть попозже расскажу. Опасная история с медведем. Так, ну что, друзья, все. Запускаю. Конечно, зарядилось мало. Все, полетели. Смотреть поле. Так, взлетел где-то метров на 30. Полечу на такой высоте. Так вот, поле у нас тут все выглядит. Так, сейчас повернусь направо. Раньше стояла вот здесь бочка с привадой. Вот где березка подпилена, завалена. Вот. Вот тут вот. Вот тут раньше бочка стояла. Потом ее убрали и перенесли на то поле. Так, сейчас подлечу поближе к лабазу. Спустился где-то метров на 20. Вот так выглядит лабазик. Так, все, ладненько. Нам уже ехать, надо чтобы не затемнать. Все, лечу к себе. Сейчас передам приветики. Вот я машу рукой. Сейчас увеличу. Вот мы тут стоим на трассе. Машу опять ручкой. Сиди по следам и придешь. Вот видишь? Вот след искупило. Вот, вот. Миша, Миша, Миша. Иди. Иди. Так вот лабаз снизу. Вид ионный. И это мы потащили бочку на другое поле. Внимание. Машке покажешь. Это еще чистый лес. Ну вот у нас это все, ну у нас такой лес это уже дебри. У нас это лес еще фунтастик. Чистый. Путин ловит. Путин гов diagnostics. Путин говни. Путин говни. подходим ко второму полю тут поле рядышком несём тухленькое мясо сейчас придем мы будем все это переваливать и в бочку смотреть присутствие медведя и поедем домой наши комментарии так ну что друзья пришли мы короче на второе поле промежутки между ними короче где-то наверное метров 300 а вон где на квадрокоптере летал здесь трассы заходили это первое поле здесь вот второе там такой лобаз лобаз небольшой так и вот тут . делали маленькие такие вот отверстия вот так вот уже тут медведь все на нагнул короче такие вот дела привязали ее на трос приколотили вон тут мощно и тут вон такие отверстия тоже на узелли да друзья мискота уже все подошло конкретно я просто уже не хочу подходить у меня желудок не выдержит такого точно давненько уже тут не ходили вот тут запашок нормальный стоит тут запах нормальный стоит ветром по ходу дуя начали ну трассу открыли начали машины ездить и шум постоянный пыль постоянно и из дверь все равно как бы побаиваться уже не так стал ходить вот хотел историю рассказать как короче на брата у меня на старшего медведица напала сидел на лобазе караулил короче медведя на поле и наверно дня два вот она так выходила выходила там он все приглядывался короче смотрел без медвежонка все и стрельнул короче пуля на вылет пролетела и она убежала он еще посидел подождал короче слез и и пошел сторону уазика короче подходит к трассе и чё-то фырканье какое и это не знаю как ну в это слова брата короче вот он так говорил то что подходит к машине и раз что-то короче то ли фонарик у него спал то ли медведица сбила он короче сам не понял как фонарик упал вот он короче выстрелил ну такой силуэт в какой-то там был такой непонятный выстрелил и походу хорошо и зацепил тут давай быстро фонарик искать нашел фонарик ставил батарейки включил и смотрит это такая лужица крови и тянется такая в лес он короче не стал ничего тут не заходить быстро сел в машину уехал дождались утра взял мужиков с бригады и поехали короче а еще собак взяли лайак и поехали вот за медведем приезжают собак спустили и короче как раз она тут и у леса недалеко и ушла так старенький лобазик все мы короче высыпали бочка пустая идем обратно к машине часто злосчастное место покажу вот короче друзья подходим вся погоди короче вот тут это все происходило вот так вот тут это все происходило медведица то ли из того угла вышла то ли фиг знает непонятно короче откуда вышла и стрелял он ее короче вот от уазика где-то вот в этом районе вот он ее тут и стрельнул и она тут же сразу же в лес ушла и все такие вот дела друзья будьте осторожны так ну что друзья приехали мы домой отвезли на две бочки раскидали все место место уже потухло так нормально запашок есть но не сильный как бы еще в ноздрю не так бьет как бы его можно нюхать мы тогда вот везли свиные кишки в метр протащишь все у тебя рвет не можешь короче за все затыкаешь ничего не помогает короче вообще труба мы тогда с братом потом наверное желудок болел на дня два или три до того так мышцы на сокращались а так и труба вообще так что ну вот такое видео получилось а я думал что вообще блин классное видео получилось еще бы вот со стороны бы вот снять когда вот птица на квадрокоптер напала блин вообще я сегодня маленечко так подачканул такие вот дела ну что друзья будем прощаться а то я с дороги и устал отдохнуть хоть полежать друзья вы были на канале михалыч подписывайтесь ставьте лайк всем пока пока